Привет, друзья! Сегодня приготовим такие пирожки гусарики. Значит, для этого нам понадобится слоёное тесто, бездрожжевое, соль, масло растительное, одна морковочка, головочка лука, сыр грамм 100-150, может быть, вот фарш, мы уже его прокрутили, немного грибов, пару яиц и перчик тоже по вкусу. Нарезаем лук. Натираем на тёрке морковку крупной, значит, морковка должна быть небольшая, вот у нас, как бы, большая, мы натрем, ну, примерно половину её. Теперь в разогретую сковородку наливаем растительное масло. И обжарим грибы. Минут 5-7, но следить, чтобы они не подгорели. Вот грибы готовы. Убираем их в сторону. Теперь в сковородку, в ту же, обжариваем лук с морковью. Лук немного обжариваем, и потом добавим морковки. Добавляем морковку. Обжариваем где-то около 5 минут. Морковка готова с луком. Она стала мягенькая. Всё, убираем с плиты. Ну вот, все составляющие начинки у нас готовы. Морковка остыла. Ну, важно, чтобы было остывшее всё, потому что, ну, иначе свернётся яйцо. Вот, смешиваем все ингредиенты начинки. В наш фарш добавляем пожаренный лук с морковью. Разбиваем сюда одно яйцо. Солим, перчим по вкусу. И перемешиваем. Это у нас начинка. Теперь приготовим само тесто. Тесто нам нужно будет раскатать. Вот, и нужно подготовить инструмент. Инструмент, ну, мы нашли вот такой. Чашка, диаметр, померили линейкой, 10 сантиметров. И, ну, обычная стопочка. Этим мы будем вырезать в центральное отверстие. Вот. Значит, раскатать нам нужно будет тесто так, чтобы, ну, у нас помещалось две чашки. Вот так. То есть, одна, и вот так вторая. Раскатываем в обе стороны. Вот. Раскатали тесто. Как раз у нас помещаются две чашечки. И вырезаем кружочки. Кружочки. И так весь лист. Вот у нас получилось 10 кружочков. То есть, мы сделали, как бы, вот 10 кружочков. Но обычно нужно брать пару пачек вот этого слоеного теста. У нас так, чисто для рецепта. Теперь рюмочкой делаем отверстие посередине на пяти кружочках. То есть, это будет верхняя часть, на которых не будем делать. Это будет нижняя часть, а это будет верхняя часть. То есть, чтобы тесто не прилипало, вот, рюмочку можно смазывать мукой. Значит, духовка у нас включена на 180 градусов. Разогревается. Значит, вот, на противень выкладываем пергаментную бумагу. Немного смазываем ее маслом. Вот такая бумага для выпечки. Можно просто противень смазать без этой бумаги. Можно на фольгу выкладывать. Ну, почему бумагу выкладываем, потому что, вот, как бы, сыр, если он стечет, потом, довольно-таки сложно противень будет и отбирать, и мыть. Вот, бумага, как бы, наручает, вот, как бы, сейчас. Берем фарш. Выкладываем на нижнюю часть. Сверху накрываем верхнюю. И аккуратненько вилочкой по окружности вот так склеиваем тесто в верхнюю и нижнюю части. Вилочку постоянно приходится окунать в тесто, потому как прилипает. Ну, вот, готовый гусарик. И так со всеми остальными. Вот они, гусарики на противне. Теперь в чашечку разбиваем второе яйцо. Вилочкой взбиваем немножко. Немного добавляем водички. Прям немного. Эти мы будем смазывать гусарики. Теперь нарежем сыр. Примерно вот такими вот квадратиками. Потом делим пополам. Смазываем гусарики яйцом. И выкладываем поверх фарша кусочки сыра. В принципе, сыр можно и натереть. Ну, как бы, без разницы. Даже если его нарезать, он все равно расплавится. Менее трудоемко. Ну, вот и все. Отправляем в духовку на 30 минут где-то. Приблизительно. Ну, посматривайте. Пока готовятся гусарики из остатков теста можно сделать печенюшки. Ну, слойки. Вот. Посыпать, смазать яйцом, посыпать сахаром, сделать какие-нибудь фигурки и так же в духовку. Получатся такие вкусные печенюшки. Вот они, готовые гусарики. Сыр у нас что-то подвел сегодня. Не расплавился. Это интересно, сыр попался. Вот. Ну, надеюсь, это не испортит вкус. Подавать можно со сметанкой. Можно в сметанку добавить в зелени и чесночка. Вот. Готовьте. Очень вкусная штучка. Приятного аппетита всем. Кстати, хотелось бы поблагодарить всех за ваши лайки и за ваши плюс один. А вот они и сахарные печенюшки, слоечки из оставшихся кусочков теста. И за ваши вкусные по вкусу. И за ваши . Продолжение следует...